К убийству в Баку криминального авторитета Эмина Сафарова, известного в преступной среде как Эмин-3-4 и Эмин Масалинский, причастны 6 человек. Брат убитого Эльчин Сафаров назвал у Хуаз предполагаемого заказчика убийства. Ранее Хуаз сообщал, что в Бенагадинском районе на улице Исрафила Хашимова, что на территории 6 микрорайона, в ночь на 10 мая был убит ранее судимый Сафаров Эмин Эхтирамаглу. Несколько человек затеяли драку, в ходе которой Сафаров получил многочисленные ножевые ранения и скончался на месте. Судебно-медицинские эксперты насчитали на теле убитого около 40 ножевых ранений. Сотрудники 7 отделения полиции Бенагадинского района задержали подозреваемого в убийстве. Это уроженец Нахчевана, 24-летний Тагиев Гасан Марданаглу. Однако в субботу 11 мая с редакцией связался брат убитого и рассказал о том, кто в действительности стоит за физическим устранением Эмина Масалинского. По словам Эльчина Сафарова, за 10 дней до убийства между его братом и проценщиком Зауром Юсифовым, проживающим в 6 микрорайоне, произошел серьезный конфликт, в ходе которого Эмин Сафаров предупредил того, что не станет спокойно наблюдать за тем, как тот портит молодежь. Цитата. «В ночь убийства Эмин находился в машине вместе с друзьями и спортсменами, когда к автомобилю подошел отец Заура Юлий Юсифов и попросил брата отойти в сторону, чтобы поговорить с ним. Эмин, не почувствовав подвоха, отпустил друзей. А когда брат оказался один, на него напали сразу 6 человек», — сказал Эльчин Сафаров. Пострадавшая сторона утверждает, что злоумышленники сели в машину и нанесли Эмину Сафарову 78 ножевых ранений. Затем они задушили его при помощи троса. Все это отражено в заключении судебно-медицинской экспертизы. К тому же сохранились переписки по WhatsApp, явно указывающие на причастность конкретных лиц к конфликту. Однако на сегодняшний день задержан всего один человек. Все остальные продолжают оставаться на свободе, когда, как утверждает Эльчин Сафаров, имеются также свидетели, которые могут подтвердить причастность нескольких человек к убийству. Отметим, что в субботу 11 мая Эльчина Сафарова вызвали в районную прокуратуру для дачи показаний. По полученным данным, Эмин Тричетверки, так его называли из-за госномера автомобиля, на котором он ездил, пользовался авторитетом в криминальной среде, потому что состоял в группировке вора в законе Надира Салифова, Лату Гули, ныне проживающего в Дубае, и был известен как Эмин Масалинский. Более того, Гули и Эмин были близкими друзьями, и, как сказал брат убитого, в свое время отбывали срок в одной и той же колонии номер 8. Эмин Сафаров фигурировал в уголовном деле об убийстве Вугара Аруджева и ранении Бахтияра Аруджева, возбужденном в январе 2013 года. Преступление было совершено 28 января на территории Наримановского района. За преступление Сафаров был приговорен к 6 годам лишения свободы, из которых отбыл 5 лет. В прошлом году Эмин Масалинский был задержан в заношении огнестрельного оружия, но и в этот раз за решеткой находился недолго. Как отметили правоохранители, Сафаров был освобожден раньше срока, и произошло это недавно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова